Добрый вечер, Гомель, я Наталья Волынец, приветствую всех в прямом эфире. Дорогие друзья, как обычно, по вторникам на Беларусь 4 время полезных советов. Дело в том, что социологи, оказывается, бьют тревогу. Дорогие друзья, представьте, более 85% европейских женщин в европейских странах просто недовольны своей внешностью. В чем же причина и что с этим делать? Об этом и поговорим сегодня вечером. Очень интересно, как вы, дорогие друзья, следите за собой, делитесь своими полезными советами по телефону в нашей студии или в Вайбере. Ну а пока ценными рекомендациями поделятся гости в студии. Итак, кого же я сегодня пригласила на такую, скажем так, щепетильную тему? Консультант по стилю и имиджу Марина Кабодарян сегодня у нас в гостях. Да, она учит женщин быть красивыми и счастливыми. Сегодня Марина расскажет и покажет, как выглядеть стильно при минимальном бюджете. Марина, очень рассчитываем на твои полезные советы. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Сколько, дорогие друзья, зубных щеток должно быть у женщины и как сохранить зубы здоровыми? Вот все о красивой улыбке узнаем у врача-стоматолога. Ирина Лалаева сегодня у нас в гостях. Ирина, добрый вечер. Спасибо, что ты оставила с меня у своих пациентов, пациенток, да, и пришла поделиться полезными советами. Ну, а вот что должно быть у нас в весенней косметичке? И как вообще вернуть кожи молодость? Об этом знает стилист-гример, консультант по макияжу Ольга Щеголькова. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, да, спасибо, что с нами. Ну и, конечно же, дорогие друзья, мы не обойдемся сегодня и без советов психолога. Вот что нам мешает хорошо выглядеть, следить за собой, и самое главное, как с этим бороться, расскажет об этом Людмила Тутынина. Людмила, добрый вечер. Рада видеть, да, в нашей студии. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, это должен быть интересный час прямого эфира, поэтому устраивайтесь поудобнее. Как говорится, мы начинаем. Полезные советы. Дорогие друзья, как всегда, конкурс. И сегодня все о красоте и о том, как же ухаживать за собой. Ну, прежде чем обозначить вопрос нашего конкурса, я хочу рассказать о призах. Дело в том, что завтра в 7 часов вечера в Гомельском государственном колледже искусств на Советской 18 состоится уникальный концерт. Музыкальная студия Андрея Васильева «Драйв» приглашает на концерт с участием минского саксофониста Кирилла Левчука. Напоминаю, завтра в 7 часов вечера два билета. Первые два билета мы разыгрываем прямо сейчас. 34 22 43. Чтобы получить эти пригласительные билеты, надо позвонить в студию во время прямого эфира и ответить на вопрос нашего конкурса. Итак, внимание, вопрос. Француженки утверждают, лучше морщинка на лице, чем... Вот продолжите. Где? Где? Лучше, чем где? Продолжите, пожалуйста, это утверждение. Еще раз повторю вопрос. Лучше... Француженки утверждают, лучше морщинка на лице, чем... Вот где? Вот где, да. 34 22 43. Я смотрю, этот вопрос вызвал ажиотаж и улыбку, да. И у гостей в студии. Ну что ж, послушаем, да, вот какие будут варианты у наших зрителей. Вообще, если серьезно, вот эти серьезные цифры, да, вот 85% женщин в европейских странах недовольны своей внешностью. Мне кажется, все-таки это несколько серьезные такие цифры. Поэтому давайте для начала разберемся, откуда вообще берется, вот, Людмила, неприятие вот собственной внешности. Наташа, ну, прежде хочу сказать свою эмоцию по поводу этой цифры 85%. 85% это просто европейское бедствие. Почему? Потому что если женщина недовольна собой, это значит, недовольная мама ходит по дому, да, дальше недовольная жена, недовольная коллега. Слушайте, надо с этим что-то делать. Ну, значит, мне кажется, ты уже обозначила эти причины, да, откуда, в принципе, это все может идти, да, что-то не так в семье, что-то не так на работе, что-то не так с воспитанием. Ну, хорошо. Вот, Марин, я смотрю, хотела добавить что-то про недовольство. Как, вот, как считаешь, откуда, прежде всего, вот, на твой взгляд, вот, идет это недовольство? Ну, все-таки, женщины внутри, да, вот это идет недовольство. И это идет с детства, возможно, откуда-то из каких-то там подсознаний, да, как бы детских у всех. Хорошо. А как же вот эти журналы глянцевые? Мне казалось, что вот эти вот стереотипы в обществе, да, то, что нам навязывают глянцевые журналы, телевизор, интернет, вот эти вот все красивые модели. Ну, в любом случае, мы пытаемся как-то быть похожими на модельную внешность, но не всегда получается. Как же к этому относиться? Смотри, в каком возрасте мы становимся чувствительны, да, вот, скажем так, к навязанным стереотипам? Ну, вот девочка, например, там, трех лет, да и, по-моему, все равно в каком-то там памперсе или подгузнике, правда? Ну, как сказать, в три года они уже с красивыми трюшками юбочками. Нет, тем не менее, то есть тогда, когда начинают себя осознавать, да, и тогда общество начинает переделять какие-то требования. Идет какой-то момент соревновательности, или в семье говорят, например, если ты будешь некрасиво одеваться, или ты будешь там плохо выглядеть, и тебя замуж никто не возьмет, да? То есть общество начинает подгонять девушку к какому-то стандарту. И, наверное, иногда это с таким усердием делаю, да, что девушка понимает, что она никогда не достигнет. И все, и вот эти 85% оттуда и появляются, да? Я думаю, что, наверное, откуда-то оттуда. Откуда-то оттуда. Ну, ты сама шокирована, в принципе, в такой статистике. А что, в твоей практике разве так редко встречаются женщины, которые недовольны собой, Ольга, часто? Через одну. Через одну. Марин, ну разве ты работаешь не с теми женщинами, которые приходят к тебе, чтобы ты помогла им избавиться? Ну хотя бы 50%, но через одну, вот наши гости говорят, ну не 85, 85, это, представляете, это почти что все. Я думаю, что правильный ответ. Мы сейчас найдем у наших телезрителей, у нас есть телефонный звонок. Уверена, это телезритель, который хочет принять участие в нашем конкурсе. И если ответ будет правильный, узнаем, наконец-таки, что думают француженки про те самые морщинки не на лице, а где-то на другом каком-то, может быть, предмете. Итак, напоминаю вопрос конкурса. Француженки утверждают лучше морщинки на лице, чем на... Вот нужно продолжить эту фразу. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. О, добрый вечер. И вы все знаете, наверное, о француженках. Давайте познакомимся с вами. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Игорь, скажите, пожалуйста, вы знакомы, у вас есть ли в окружении француженки? Ну, француженок нету. Ну, тогда попробуйте, хорошо, попробуйте как-то вот ответить на вопрос нашего конкурса. Как же, как считают француженки лучше морщинка на лице, чем на... Ну, это одна из любимых цитат моей жены. Она говорит, что лучше морщинка на лице, чем на чулке. Чем на чулке. Вы знаете, мне кажется, вы удивились сегодня... Вот сейчас и зрители, и гостей в нашей студии. А это, кстати, эксперты красоты. Большой привет вашей супруге. Я очень рада, что вы вместе с ней отправитесь завтра на концерт. Напоминаю, завтра в Гомельском государственном колледже искусства на Советской 18 состоится очень интересный концерт с участием минского саксофониста Кирилла Левчука. Так что поздравляем победителей. Спасибо большое за телефонный звонок. Неожиданно, да, про чулки? Неожиданно. Вот. Видишь, как вот трепетно относятся француженки к чулкам, а мы больше... Я этот ответ, Наташа, знала. Знала. Это, по-моему, еще даже Шекспир в свое время говорил, что я женщине прощу измену, чем вдвое там скрученный там чулок или что-то в этом духе. Могу ошибиться. Ну, внешний вид, вот мне интересно, вот если... Что такое для вас неухоженная женщина? Мне почему-то кажется, для Марины прежде всего это чулки, да, вот как для стилиста... Чулки – это одна из доказателей того, что женщина себя любит, наверное, да, вот как-то внутри. Это не видно, но зато когда она одевается, она, конечно, это ощущает. И дальше идет уже посыл изнутри. Для меня неухоженная женщина, наверное, это невымытые волосы, да, грязные. Неопрятная одежда. Неважно, в какой, как бы, стоимость эта одежда, неважно, как она одета, но вот именно вот эта неопрятность, да, как бы где-то недоглажена, где-то, ну, не так, что-то торчит. Хотя сейчас очень модно, чтобы что-то торчало, да, но так, чтобы вот стилистически модно, я сегодня покажу. Вот, ну, вот эти вот моменты, конечно, она очень прям ощущается. Мне очень интересно, вот, что думает стоматолог? Ира, вот когда ты видишь неопрятную женщину или, допустим, неухоженную, да, вот что для тебя, какое-то показали, по каким признакам ты можешь ее определить? Ну, во-первых, как женщине это сразу внешний вид, и я не могу сказать первое или второе, но улыбка и здоровые зубы – это первое, что бросается в глаза, и это уже профессиональное. А я знаю какую-то историю, у тебя есть какая-то очень удивительная просто история, расскажи ее, пожалуйста. Приезжал в Московский театр, мы ходили с друзьями, это были Дон Кихот, и когда он прекрасно играл актер, но когда он пел, он широко открыл рот, запрокинул голову, и там не было шестерки. Я говорю, посмотрите, посмотрите, там зубы, мне сказали, что со мной больше не пойдут, и меня на третий ряд никто не посадит больше в жизни, со мной галерку. Ну, такой профессиональный взгляд на красоту. И потом объясняла, что я не специально. Спасибо, интересная история. Оль, ну вот для тебя, как все-таки гримера, стилиста, что такое неопрятный человек? Я не могу смотреть на женщину, когда у нее очень сухие губы, когда обкусанные губы. Вот все-таки, в моем понимании, женщина должна ухаживать за своим лицом и ногти, когда сухие руки, ногти, кутикула, ну, это сразу выдает неухоженность. То есть женщина должна быть обязательно с помадой каждый день? Не обязательно с помадой, это может быть бальзам, бальзам на ночь. У женщины, ну, вообще рот, как бы это, не всегда она говорит то, что хочет слышать мужчина, но если при этом еще сухие губы, то это вдвойне неприятно. Вообще, вот что делать, Людмила, что делать женщине, мужчине, кому угодно? Вот что делать человеку, который не дотягивает до модельной внешности? И при этом даже... Можно я еще добавлю вот к тому, что говорили девочки? Есть такая вот метафора по поводу неухоженной женщины, да? Для меня это как заброшенный сад. То есть вот все есть, например, вот здесь были кустики роз, да, вот здесь там какие-то там гладиолосы, здесь тюльпаны, вот здесь какое-то дерево, да? Но все покрыто, вы знаете, такое ощущение, что паутиной, да? Вот и слово здесь самое главное – заброшенное. Женщина неухоженная, она заброшенная, то есть она сама себя забросила. Вот такая вот метафора. Забросила – это значит, она не смотрит на себя, она не поливает себя, она не окучивает, да, не пропалывает, вот что-то... То есть нет обыкновенной заботы. Неухоженная – это значит женщина, которая о себе не заботится. При этом мы же не говорим, да, о каких-то там пышных формах и пластических операциях. То, что, в принципе, уже переходит к какой-то пределу бюджетов. Аташ, ну очень часто это потухший взгляд. Нет мотивации какой-то внутренней к жизни, я этих женщин вижу издалека. Вот интересно, кстати, действительно, мотивации, почему это происходит. Давай об этом поговорим чуть позже в нашей программе. Сейчас, Марина, вот ты помогаешь женщинам, я знаю, с нестандартной фигурой, и вообще наши аплодисменты тебе, да, потому что мы все женщины с нестандартной фигурой, да, но при этом все хотим, да, выглядеть ого-го. Вот скажи, пожалуйста, как ты это делаешь? И какие вот стереотипы при этом все-таки тебе приходится разрушать? Вот когда приходит к тебе девушка, на твой взгляд, интересная, но вот ты пытаешься с ней как-то пробовать. В первую очередь, конечно, это рассказать то, что она в любом случае красивая. Каждая женщина несет свою какую-то тонкость, какой-то потенциал. И со своей очаровательной фигурой, неважно, где больше бедра, где больше бюст, она просто по природе красивая, да. И вот от этого, даже когда ты говоришь просто, что ты красивая, что ты красивая, что ты красивая, когда начинает дефилировать, учиться дефиле, учиться в фотопластике, да, вот эти вот все моменты, она понимает, что она красивая. То есть у нас очень редко друг другу делается комплимент, а особенно от женщин, женщине, да. А что, серьезно, ты даже учишь ходить, дефилировать? Да, 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 у нас есть в нашей вот Академии моды для нестандартных моделей, мы проходим такие вот нестандартные, точнее, стандартные модельные курсы по дефиле, по фотопластике. Я сейчас напомнила курсы в фильме «Служебный роман». Вот мне что-то написано, что-то написано. А вот как раз-таки у нас и преподаватель Роман Веремеев, который преподает вот этот курс именно от бедра походку. Девчонки знают, как надо ходить по женственному, и, вы знаете, они уже не спешат до троллейбуса, понимают, что может быть где-то стоять роман и наблюдают походку. А потом на фотопластике они понимают, как присесть в каком-то кафе, либо еще что-то, потому что, возможно, кто-то будет снимать. Марина, покажи, как присесть в каком-то, покажи, пожалуйста, как женщина должна брать на диван, то, в принципе, мы присаживаемся и полубоком садимся, как-то так, чтобы это было силуэтом «С». Ну, Ольга, по-моему, прошла курсы, она время начала отдавать, строгнула. Да, Ольга у нас является педагогом по визажу, поэтому девочке проходит курс от сих до сих. То есть, ну, все, что касается женственности, и стилистики, и визаж, и дефиле, и фотопластики, то есть все, что вот, и оттуда они, правда, выходят другие. Даже они летят на эти предметы прям как будто праздник, потому что у них появляется от меня забота, да, каждый преподаватель хочет им рассказать, дать свою любовь. Ну, правда, это очень важно. Ну, и, во-первых, кто-то обратил внимание на то, как ты должна себя вести, и при этом не так, как это часто делают близкие люди, там, а, ну, да, вот аккуратненько и симпатично похвалил. Наташа, хотела сказать вот по поводу дефиле, да. Мы проводили исследование по поводу того, как наши женщины танцуют. Ну, это было несколько лет тому назад, и выяснилось, что женщины, придя, например, на какой-то корпоратив или ресторан, да, танцуют мужские танцы. То есть мы, их, эти танцы можно сравнить как с ритуальными танцами перед охотой. Можешь себе представить? Покажи, Люда, я не могу. Да, это элементарно. Если вы вот так вот стоите, вот так, это ритуальные танцы, посмотрите, загуглите, посмотрите, как, например, американцы, ой, эти, африканские эти племена, вот эти вот, которые сейчас еще остаются на достаточно таком, ну, ну, низком уровне развития где-то, да, вот они так, и наши женщины так же танцуют. И когда мы этим женщинам предложили, вот то, о чем говорит Марина, да, женские технологии, штучки такие женские, в частности, например, как должны двигаться руки, да, танцевать арабские танцы, у очень многих это не получалось, и женщины даже плакали, говорили, как, я что, вообще не женщина? Например, левая часть, левая рука вообще не поднималась, правая, да, где логическое наше полушарие, вот оно связано с этим, да. То есть вот то, что делает Марина, ну, это просто фантастика, это нужно продолжать. Марина, покажите, покажите, как вы это делаете, и вообще расскажите, как это сделать, причем с минимальными потерями для бюджета, я имею в виду, как? А вот как раз-таки сейчас я хочу пригласить своих моделей и показать, во-первых, про одежду, рассказать про стиль, и, конечно, представить своих девочек очаровательных. Ну что ж, дорогие друзья, вот прямо сейчас Марина Кабадыриан все нам расскажет и покажет, так что, я не знаю, если вы готовы, запоминайте или записывайте. Вот хочу представить свою модель нестандартной внешности, точнее, можно сказать, даже стандартной, потому что все мы девочки особенные, да, это просто индивидуальный свой показываем стиль, показываем фигуру. Юлия, сегодня я бы рассказала про это платье, достаточно интересное, простого кроя, как вот выглядеть вообще стильно, и, соответственно, чтобы было минимально по бюджету. Первое, вот мне нравится платье, которое мы взяли сегодня в нашей авторской моде, это наши партнеры в нашем Академии моды, и как раз-таки платье очень скрывает нам силуэт, делает джемсты на за счет вот этих валанов, но с помощью как раз-таки рубашки белого цвета, да, мы делаем хороший контраст между платьем и, соответственно, рубашкой. Тем самым вот этот вариант дает возможность сделать фасон нашей фигуры более интересным, и, соответственно, вот как раз-таки идет коррекция. Но при этом хочу сказать, что сам по себе комплект, образ вышел очень воздушным, да, и ни разу не обрамил нашу фигуру. То есть красиво, интересно и очень даже стильно. Конечно, наши сережки и все такие разные аксессуары для наших женщин, это, конечно, добавляет. Еще второе, это платье можно носить и под кроссовки, мне тоже это нравится, да, то есть оно настолько универсально и интересно, актуально, что его можно менять под кроссовки, под косуху, под кардиган, под джинсовую какую-то куртку. То есть это все стильно, вот это называется платье. А я приглашаю вторую модель. Спасибо вам большое, это действительно очень очаровательно. Посмотрите, как она позит, это чудо. Это ваша школа, да? Да, это наша школа, это наша академия. Вот я представляю еще вторую нашу модель, это Наталья. Как раз-таки я хотела сказать, что у нас обучаются женщины разного возраста, разного роста и тоже являются нашим представителем модельного, так сказать, бизнеса нестандартного, да. Здесь мы представили тоже, опять-таки, воздушность и многослойность. Это дает возможность выглядеть наиболее стильно. И, соответственно, когда мы можем носить такой пиджак, жакет, не только под брюки, да, но и плюс под платье. И, опять-таки, многослойность дает возможность быть чуточку стильней и по-другому смотреться вообще в обществе. Ну, я смотрю, вот такая прозрачная многослойность, да, вот сейчас-то очень актуальна. А сейчас актуальна это вот эти банты, бантовая такая ткань, да, еще актуальна прозрачность в виде шелка. То есть это в любых вариантах, но оно делает очень стильно. В таком вот наряде на работу? Да, в таком наряде везде, на работу, куда-то выйти в парк погулять, куда-то выйти еще в гости, сходить с подружками, встретиться. То есть это вариант просто универсальный. Ольга, как тебе? Мне очень нравится. Мне тоже очень нравится. Надо попробовать что-то такое в прямой эфир надеть. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас есть еще одна модель в очень оригинальном платье. Еще одна моя модель Катерина, да, опять-таки у нас внешность такая достаточно очень интересная. И я опять-таки сегодня выбрала платье воздушное, да. Что мне здесь нравится? То, что силуэт внутренний получается. Мы подчеркнули фигурой, но за счет этой воздушности и за счет накидки вот это, да, оно дает какую-то изюминку в образе. Опять-таки вот это платье не обязательно носить на какой-то корпоратив, либо на какой-то праздник. Все это можно обыграть какими-то ботинками, кроссовками. Сейчас это очень актуально. И когда ты тоже можешь надеть и куртку-косуху, и так как у нас Катерина мама троих детей, она может даже в кроссовках убежать с ними куда-то погулять в парк, да, потому что мама тоже должна выглядеть прекрасно. Она же все-таки девочка. Ой, замечательно. Чтобы мы все такими мамами были. Спасибо вам большое, Катерина. Спасибо, Катерина. Марина, спасибо и вам большое за эти советы. Присаживайтесь. Людмила, что тебе из этих нарядов понравилось больше всего? Да мне все нравится. Все понравилось, да? Я очень люблю, когда девчонки наряжаются, неважно какого возраста. Вот сегодня я собиралась на эфир. Я одевала на себя тысячу-тысячу нарядов. Я сегодня, прежде чем оделась вот так, по-зеленому, да, я одела какую-то совершенно потрясающую кофту с какими-то маками, там, и потом решила, пойду в зеленую. Вот, пойду в зеленую, буду рыжая, зеленая, вот по-весеннему. Мне нравится этот процесс, Наталья. Я думаю, тебе понравится и следующий сюжет, который мы хотим сейчас показать. Итак, какие же образы можно создать с помощью обычной рубашки? Мастер-класс Марина Кабадарян продолжается в прямом эфире. Мастер-класс Марина Кабадарян продолжается в прямом эфире. Мастер-класс Марина Кабадарян-денежаев. Мастер-класс Марина Кабадарян. Мастер-класс Марина Кабадарян. What can I do? Baran MC 366. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому мы, приходя, хотим быть вау И покупаем что-то вау Сделать себе праздник А лучше всего искать какие-то лаконичные, спокойные вещи К ним докупать аксессуары И выглядеть здесь очень стильно Кстати, насчет аксессуаров У нас есть еще один сюжет, дорогие друзья Давайте посмотрим, это действительно очень интересно Вот как же с помощью аксессуаров Можно спасти, ну там, не знаю Не то что неудачно, но может быть слишком какой-то Простой образ или наряд Давайте посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья В прямом эфире, как обычно по вторникам Полезные советы И сегодня мы учимся не только наряжаться Но и вообще в принципе следить за собой Ждем ваших интересных советов Полезных советов, секретов красоты Телефон студии 342243 У нас есть также Viber Ну а мы продолжим сразу после рекламы Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир Это программа «Добрый вечер, Гомель» На телеканале «Беларусь 4» Как обычно, по вторникам у нас полезные советы Вот знаете, сегодня мы собрались вот таким вот Небольшим девичникам Я так люблю такие вот посиделки на самом деле На Пушкина 8, да Но сегодня мы действительно говорим о красоте Вроде как эксперты красоты собрались в студии Да, и психолог, и стилисты Гримеры, и стоматолог Без чего никак, конечно, не обойтись Никакой ни женщине, ни мужчине Но в любом случае сегодня какое-то Такое ненапряжное у нас такое Интересное настроение, атмосфера в студии И я приглашаю вас всех присоединиться к нам 34-22-43, очень интересны ваши полезные советы Вот как вы ухаживаете за собой Или, может быть, не ухаживаете И почему У вас есть возможность задать вопрос нашим экспертам Или поделиться каким-то своим секретом красоты Вот есть несколько сообщений от наших зрителей Довольно интересных Оксана считает, что волосы самое главное Да, Марина вас поддерживает тоже Она пишет, волосы мой конек И для ухода за ними в первую очередь Надо включить в рацион продукты, содержащие кальций И вот Оксана говорит, для нее это творог, сыр, молоко Хороший совет, мне кажется Анна говорит, что она не ест после шести Традиционный рецепт Ну, если вам она это помогает Ольга, ей очень нравится плавание, бег, плюс танцы разные Слушайте, ну, довольно неплохие Неплохие такие, серьезные такие советы, да Людмила, сообщаешь, она регулярно Ходит к косметологу и в спортзал Хорошая такая возможность следить за собой Николай, спасибо, Николай, что вы тоже к нам присоединились Стараюсь, говорит, следить Если лень не мешает, после работы иногда неохота Даже душ принимать, пишет нам Николай Ну, вы знаете, спасибо за откровенность, Николай Потому что действительно, мужчины наши, как женщины, часто устают Вот сейчас поговорим, кстати Почему это происходит, что с этим делать Валерия пишет маски для лица Это ее такой секрет И для волос три раза в неделю Плюс косметолог раз в три месяца Маникюр раз в месяц Ну, а каждый вечер пробежки По сравнению с вами, Николай Валерия только что получила золотую медаль, да Ну и Ольга нам дает такой совет Надо правильно питаться, даже если с фигурой нет проблем Просто для внутреннего состояния Как вам вообще, вот как вам такие вот интересные советы, рекомендации наших телезрителей? Даша, советы хорошие Так Но нужно начинать все-таки с внутреннего состояния Нужно быть позитивным человеком и радоваться самому факту, что ты есть на этой земле И что ты вообще уникальное существо Такого никогда не было, нет и не будет Вот сидит Людмила, да? Так Никогда не было и никогда не будет Вот сам факт уже должен в тебе вырабатывать гормонное счастье, да Что ты уникальное существо, эксклюзивное творение Это первый момент Второй момент На людей посмотреть, да, боже мой Рядом с тобой находятся такие же эксклюзивные существа Если не будет внутри вот такого настроя, да На счастье, на радость, на удачу, на красоту, на любовь Вот такого позитивного настроя Вы знаете, что никакие парабежки, никакие диеты не помогут Все начинается снутри Красивая женщина, она счастливая изнутри Ухоженная женщина, прежде всего у нее глаза горят Если глаз не горит, даже если это будет модельная внешность Она будет холодная, непривлекательная, некрасивая Понимаете? Чувство юмора у женщины очень ценится Легкость Спасибо, Людмила, спасибо большое Вот, Наташа, ну просто наболела Даже не поспоришь Я вот смотрю, что Ирина хотела добавить Я не то, что прямо спорить Но, например, для меня, когда я не могу все время чувствовать себя позитивно Это для меня как-то даже немножко, ну, ненормально Периоды есть разные И, например, мне, я когда прихожу и понимаю, что все, жизнь не удалась Потому что просто мне сейчас, я физически, например, устала Для меня пробежка, для меня прогулка вокруг моих озер в Волотове Вот эти вот какие-то физические действия очень помогают поднять именно внутреннюю самооценку То есть вы знаете эту норму, да? И сразу же старайтесь в нее вернуться, правда? Нет, просто да Когда я не могу сразу смотреть Детя говорит, ты такая красавица, ты такая умница Я понимаю, что, боже, ты мой Нет, пошла вокруг озера смотреть на мир Но это физические действия Ну, все А я бы советовала еще идти с красной помадой Вот, на пробежку, да, желательно? На пробежку, да Да, кстати, вот у меня бывают девочки спрашивают, как поднять себе настроение И я советую дома у всех, чтобы была красная помада Желательно какого-нибудь вообще несуразного цвета, который абсолютно не идет Но подойди к зеркалу, накрась губы И сразу... Посмейся, по крайней мере, да Посмейся сама себя и 10 минут просто радости тебе будет обеспечена Вообще, хороший совет, почему нет? Когда или грустно, или да Надо не лениться или не смотреть очередной сериал, а действительно подумать А дай-ка я пойду за собой покрасить ровно губы Ты забудешь про все проблемы Я знаю, я знаю, что такое накрасить ровно губы Я с этим сталкиваюсь несколько раз в неделю, когда меня готовят к эфиру И очень удивляюсь, зачем так долго мне, да, вот гример красит губы Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что в прямом эфире Добрый вечер Гомель И у нас есть еще два пригласительных билета на завтрашний концерт Музыкальная студия Андрея Васильева Драйв приглашает на концерт с участием минского саксофониста Кирилла Левчука Завтра в 7 часов вечера в Гомельском государственном колледже искусств на Советской 18 пройдет этот концерт Ну а сегодня вы можете выиграть два пригласительных Надо всего лишь по телефону 342243 продолжить пословицу Так, внимание Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош Еще раз напомню, надо продолжить пословицу Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто 342243 разыгрываем пригласительные билеты на действительно очень интересный завтрашний концерт Ну что ж, теперь одна из важных таких ключевых тем сегодняшнего эфира Почему и что с этим делать? Людмила, вот, наверное, в жизни каждого все-таки человека бывают такие ситуации Да, вот мы только что обнаружили Иры, вот у Людмилы, наверное, только не бывает грусти, тоски, да, молодец Вот, у всех они бывают А у женщин это какие-то декретные отпуски, да, когда она перестает почему-то на время или на долгое время следить за собой Может быть, это мужчины, которые после свадьбы, да, после свадьбы вот что-то тоже происходит с ними, они перестают за собой ухаживать Женщины на пенсии часто, да, вот можно тоже с этим столкнуться Людмила, вот что вообще говорят психологи, почему такое происходит И насколько вообще стоит задумываться и опасаться таких вот моментов, когда ты перестаешь интересоваться сам, собственной, своей внешностью и ухаживать за собой Вот я могу привести примеры Женщины, которые вышли замуж, и они перестают за собой ухаживать, да, это очень часто такое явление Это, прежде всего, халат какой-то уже такой Да-да-да, у женщины есть иллюзия, иллюзия, да, что все, меня взяли и мне больше ничего не нужно делать, там особо прилагать каких-то усилий, я и так хороша Ничего подобного, кто такой муж, это вообще чужой человек, да, и ты для него, ну как, вот вы друг другу когда-то понравились, но, пожалуйста, поддерживай тот образ, в который он влюбился, да У меня есть одна знакомая женщина, которая рассказывала После свадьбы утром проснулись, и муж ей говорит Дорогая, мы с тобой познакомились, ты помнишь, в каком ты виде была? Она говорит, помню Она говорит, ну, расскажи, что это был за вид И он ей напоминает, да, что у тебя были стрелочки на глазах И он ей сказал, так будь добра всю жизнь, вставай на полчаса раньше, чем я, и делай эти стрелочки Потому что я тебя полюбил, именно такую Сколько угодно можно дискуссировать по поводу такого жесткого подхода мужчины к женщине Но благо этот мужчина сразу сказал, да, пожалуйста, следи за собой, поддерживай этот образ То есть ты хочешь сказать, что когда проходит какое-то время, и мы сталкиваемся с какими-то семейными проблемами Или проблемами в отношениях, то зачастую такая причина в том, что мы перестаем с тобой ухаживать? Конечно, конечно Мужчина видит, что женщина где-то, если раньше она там следила, вот как девочки говорили Там и волосы красивые, да, там и маникюр, и педикюр, там То есть она была вау И он вот прямо вот эту вот вау-принцессу, да, он ее позвал за собой Пойдем, я буду вот ухаживать за тобой, я буду тебе давать деньги Я буду там охранять, тебя заботиться и так далее А эта женщина перестает ценить, перестает на это реагировать в конце концов Люд, ну согласитесь, вот сегодня очень много есть других ситуаций Когда наоборот женщина... Я не могу вот не согласиться Так, Оль, не согласись Меня прям вот распирает, даже Карл Лагерфельт когда-то сказал, что вот там красота, там все изнутри То деньги нужны красоте, а как ни крути И когда мужчина говорит о том, что ты плохо выглядишь В первую очередь нужно узнать, а помогает ли мужчина женщине хорошо выглядеть Согласна Ну, я не знаю, можно согласиться, можно нет, но ведь никто не отменяет действительно обычных пробежек вокруг дома Нет, это понятно Щадящих каких-то режимов в еде То, что в принципе ситуация-то разная в жизни бывает Сегодня есть деньги, завтра нет Ну, это конечно, надо разбирать каждую ситуацию отдельно Наташа, вот опыт моей семьи, да У моей бабушки было далеко за 70 Она сама себе шила платье У нее было огромное количество платьев Я когда приезжала к ним в гости, я перебирала Это были удивительные какие-то там ткани Моя мама, ей этим летом будет 79 лет Чтобы она вышла в магазин, в магазин неприбранная, да такого быть не может Это всегда какой-то свежий платочек Она всегда вот стоит перед зеркалом, прихорашивается Одевает какой-то свежий, пусть это да, уже по возрасту халатик, как платье, да Какие-то там новые туфельки Вот так вот она идет в обычный магазин А наши женщины, простите меня, могут одеть на тебя какие-то шорты, какую-то грязную майку, идти в магазин Но ведь это же тоже идет неуважение к себе Когда вот прям уже совсем А что-то разве это редко бывает, это часто бывает Неухоженные волосы Ну в любом случае мы определились, дорогие друзья, что это действительно очень опасно Это опасно и для семейных отношений Это опасно, как Людмила утверждает, и для окружающих в том числе Ну что ж, да, мы продолжим сейчас обязательно эту тему Вот есть телефонный звонок, мне подсказывают Хочу напомнить вопрос конкурса, надо продолжить пословицу Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, вот интересно, кто? Добрый вечер, вы в прямом эфире Алло Да, здравствуйте, давайте с вами познакомимся Здравствуйте Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто душой и нравом пригож Ну, можно сказать и так Вы знаете, я принимаю все-таки ваш ответ Потому что на самом деле пословица звучит А тот хорош, кто надела, Гош Но в принципе смысл правильный Давайте познакомимся, как вас зовут? Раиса Раиса, ну, во-первых, мы вас поздравляем Завтра вы идете на концерт Напоминаю, музыкальная студия Андрея Васильева Драйв Приглашает на концерт с участием минского саксофониста Кирилла Левчука Завтра в 7 вечера на Советской 18 Это Гомельский государственный колледж искусства Ну и, конечно же, я не могу не задать вам вопрос Скажите, пожалуйста, вот лично для вас Что такое неухоженный человек, мужчина или женщина? Вот что прежде всего выдает для вас лично в нем вот какую-то неопрятность? Ну, прежде всего по глазам видишь человек Веселый он или грустный Вот это вот Волосы, одежда и так далее А у вас есть какой-то такой вот секретный, может быть, рецепт? Как вы следите за собой? И можете вот сейчас поделиться с нашими зрителями? Ну, секрет за собой мне уже около, скажем так, 70 лет Но я еще слежу за собой, я хожу на концерты, хожу на танцы И считаю, что самое главное, что не держать зло ни на кого Вот это... тогда не будет морщин, тогда не будет... И быть в веселом настроении Спасибо! Вы знаете, очень хороший совет, спасибо вам большое! Вот и разрешила наша Раиса, телезрительница, вот такой вот спор, который, кстати, очень интересный спор, который, да, появился в нашей студии Потому что, действительно, сколько женщин, столько секретов, столько и мнений Но самое главное, что эти разговоры, в принципе, они должны, мне кажется, возникать Аташ, ну на чем мы все сходимся, что все равно это труд, правда? Нужно прилагать какие-то усилия А теперь давайте поговорим о том, что есть женщины, которые просто с ума сходят, занимаясь таким трудом Которые возле зеркала проводят по несколько часов Я уже не говорю, что и мужчины сегодня молодые очень часто очень пристально относятся к своей внешности Так вот, вот такая привычка, что это обозначает, когда слишком? Наташа, но здесь идет уже что? Привязка только к телу Это называется телесное сознание Человек ощущает себя только телом Вот взять, например, артистов, да Они настолько пребывают вот в этом телесном сознании, что я интересен только тогда, когда я буду красив Ну, простите, старость – это наше реалие, да И старые люди, они красивы в своем возрасте Тоже мы это можем наблюдать Но люди этого боятся, потому что они привыкли вот к такому внешнему виду Вот, поэтому... То есть не стоит бояться этого? Или как? Ну, от как? Да, я тоже боюсь определенных вещей Я тоже не могу выйти в прямой эфир без каких-то учеряшек Наташа, ну, когда женщине 40-50 лет, и мы знаем, что она буквально каждый несколько месяцев ложится под нож к хирургу Ну, наверное, это уже есть какое-то нездоровье Нужно принять этот возраст Как есть весна, так и есть зима Почему нет? Спасибо! Ольга, сколько времени в день вот лично ты тратишь вот на свой макияж? Лично я на свой макияж ежедневный, ну, максимум 3 минуты Честно То есть не 30, ты стилист, гример, тратишь на свой макияж 3 минуты в день? Это потому что умеешь это так хорошо делать? Умею, знаю чем И, ну, я не скажу, что я люблю краситься То есть я считаю, вообще процесс макияжа, это должно быть такой элемент удовольствия В первую очередь Если тебе нравится 2 часа краситься, да ради бога Но если ты эти 2 часа ненавидишь стрелки и там вообще все не так Видишь, все заулыбались даже То тогда оставим это дело и делаем какие-то более быстрые варианты Хорошо, скажи, пожалуйста, без каких косметических средств ты не представляешь сегодня вообще свою жизнь? Конечно Представь, необитаемый остров и чего-то вот из этого там нет Как, как? Три Давай три, три косметические Окей, бальзам для губ, биби-крем, тональный крем и что-нибудь для бровей Что-нибудь для бровей? Щипчики? Хотя бы, да, хотя бы пинцет Такого же зеркала не будет Нет, так это же для себя, ты думала, для аборигенов, что ли? Вот видишь, у Ольги сразу какой подход, она для себя это выбирает Хорошо, расскажи, Оля, вот я серьезно, что же необходимо современной женщине для ежедневного ухода и красоты? Вот что должно быть всегда в косметичке? Ну, хочется, во-первых, сказать, что для ежедневного ухода и вообще в принципе, женщина должна принять и понять свою внешность Это первое Потому что не каждая женщина вообще понимает свое состояние кожи, свой тип кожи Я бы советовала девушкам почаще смотреть на себя в зеркало, просто расслаблено, в спокойной обстановке сесть, посмотреть на себя Понять, что вот эта морщина, это я улыбалась, вот эта морщина, это я злилась, это моя жизнь Ну, и понять, почему это происходит на твоем лице Это если... Интересно, Люда, даже Людмила вот так вот опрокинулась в кресле Ну, так и есть, морщины же, это наши эмоции, и каждая морщина, это наши какие-то этапы жизни, и мы должны это понимать И знать, что с этим делать Ну, тогда расскажи, что необходимо делать, вот что должно быть в косметичке, или все-таки, я поняла, начала ты с морщин Да, конечно, ежедневный труд, это мы каждый день, мы должны утром умывать лицо, тонизировать и увлажнять Так, три момента Да Умыться, увлажнить Тоник и увлажнение Вечером такие же этапы, мы обязательно смыли косметику, если мы косметику смыть не можем, ленимся Положите под подушку салфетки для снятия макияжа И все? И все, и умывайтесь ими перед сном, но если так лень зайти в ванну и снять макияж, ну, сделайте это рядом с подушкой Рядом с подушкой, но в любом случае... Но в любом случае косметику смыть нужно, потому что лицо утром не скажет нам спасибо Сейчас весна, обязательно добавляем в уход дополнительные средства Какие? Возможно, сыворотки с витамином С, кожа уставшая, нужно увлажнять кожу Возможно, какие-то масла можно добавить в наш ежедневный уход Это что касается ухода Кстати, вот расскажи, пожалуйста, я предлагаю провести ревизию Я так понимаю, это твоя косметичка, не совсем маленькая Давай расскажи, что можно весной добавить в нее, а что, в принципе, после зимы надо уже и выбросить После зимы мы убираем уже какие-то очень питательные крема Можно их отложить до следующего сезона, если позволяют сроки годности Добавляем обязательно увлажняющий крем с витамином С Так, мы ставим в косметичку крем с витамином С Да, дальше мы добавляем обязательно крема с СПФ Защищаемся от солнца, фотостарение никто не отменял То есть уже сейчас, я думаю, это уже при этом? Да, уже сейчас, вообще, в принципе, даже зимой мы должны использовать минимальный СПФ-15 Обязательно у нас должен быть антисептик для рук Все манипуляции с нашим лицом мы делаем только чистыми руками Обязательно мы добавляем в нашу косметичку средства для ногтей В косметичке средства для ногтей? Обязательно, в сумочке, в косметичке, кутикула Ежедневно нужно увлажнять, потому что особенно сейчас весной идет авитаминоз И состояние наших рук не всегда самое хорошее Добавляем в нашу косметичку бальзам для губ Чтобы наши губы выглядели увлажненно Крем тональный, BB крем Я очень люблю, когда средства тонирующие для кожи идут мультифункциональные Сейчас есть крема тональная с СПФ То есть выбираем сейчас весной именно такие тональные крема, где есть СПФ Полегче такие Да, и желательно, чтобы это была легкая консистенция Сейчас не модно, чтобы было прям слой тонального на лице Сейчас лучше пускай будут веснушки видны, нежели маска Маска давно уже отошла На всех показах позиционируется обнаженная кожа То есть лицо должно быть как бы без тона Как бы с дефектами? С дефектами, я правильно понимаю? Ну что есть, то есть, да? На помощь дефектов нам приходит консилер И мы скрываем все наши недостатки Недосыпания, высыпания, все, что нам не нравится Мы скрываем консилером У кого есть консилер в косметичке? Расскажи, что такое консилер, не все знают Консилер это тот же тональный, только более плотный Он быстрее справляется Покажи, как он выглядит, в принципе Ну, как правило, он такой в тюбике достается Кисточкой И? И где-то на проблемные места он какие-то, я так понимаю, наносится Да, но тоже смотрим, чтобы не было видно на лице Обязательно по цвету должен нам подходить По поводу пудры хотела сказать Пудра не обязательно Если кожа нормальная, сухая, не жирнит Пудру покупать не обязательно Я вот смотрю девочек в косметичках, часто они лежат Но, как правило, никто не пользуется Очень редко Если правильный был уход утром и вечером То пудра, возможно, и не понадобится Интересно Плюс пудру мы можем заменить хайлайтером Сейчас это очень модно Хайлайтер мы наносим на выступающие зоны Да, и также хайлайтер фиксирует нам макияж Вместо пудры Сияющая кожа сейчас очень стреляет Ну, если ты будешь продолжать в таком же духе, я думаю, тебе этой коробочки не хватит Нет, тут уже осталось совсем чуть-чуть Румяна, свежий румянец обязательно нам нужен Немножко добавляем По поводу теней Макияж весной, летом становится более легкий, незаметный Поэтому можем использовать жидкие тени Это сейчас вообще прям тренд Жидкие тени такие, они выглядят почти как помада Наносим на веко и прям пальчиком растушевываем Никакие дополнительные средства нам не нужны И они будут с вами целый день Очень модно в этом сезоне, вообще летом Яркие туши для ресниц Вот это очень интересно, да, я даже не ожидала То есть мы можем сделать нейтральный макияж по цвету Но добавить яркую тушь и уже будет изюминка во взгляде Смотрим по цвету одежды, по цвету глаз Выбираем свою и, в общем-то, пользуемся И три минуты, да? То есть три минуты ты все это... Нет, я сначала делаю тональный, чуть-чуть хайлайтера Тушь, румяна, бальзам для губ, все И при этом она просто забыла напомнить, что несколько раз в день она занимается обыкновенным уходом Да, Ольга? Обыкновенным уходом Ничего, к косметологу я не хожу Все делаю дома Ну, в принципе, вот такая стандартная косметичка должна быть у современной женщины, да, Оль? Да Ну, дорогие друзья, ну, скажем так, давайте стремиться хотя бы Стремиться хотя бы Будет вам счастье Да, да, к этому Но, в любом случае, Оль, спасибо большое Скажи, пожалуйста, вот несколько слов о том Какие ошибки чаще всего все-таки мы допускаем в макияже и... Храним косметику, которая уже испортилась Это самое главное Сразу чистим свою косметичку Выкидываем все, что уже срок давности Это очень вредно и это нельзя Очень часто женщины много макияжа используют То есть надо минимум макияжа женщине Не надо переусердствовать Ну, в принципе, наверное, и все Скажи, пожалуйста, а как вот ты лично относишься к домашним секретам красоты? Может быть, у тебя есть какой-то там секретный рецепт? Я не люблю, если честно, косметику из холодильника Я считаю, еду надо есть И лучше съесть полезную рыбку, какую-то салатик из огурцов Ежели огурцы и сметанку на лицо Вот правда Ну, это твое мнение Это личное мое мнение Многие телезрительницы наши, да, относятся Вот, Люда, у тебя есть какой-нибудь такой домашний интересный рецепт? Есть Поделись Если я уставшая, пачка соды и тепленькая ванна Сразу же приводит меня в состояние бодрствования То есть я хорошо себя чувствую и сразу меняется лицо А вообще я фанат такой натурального всего В частности, я пользуюсь маслами Ну, хочу сказать, что до последнего времени Я вообще пользуюсь только одним детским кремом Тик-Так Куда я добавляла разные масла И все меня спрашивали, что это за рецепт такой Я говорю, детский крем Тик-Так И туда вот мы добавляем разные масла И очень хороший получается такой вот состав Травяные чаи, здорово Прогулки на воздухе, здорово Позитивное настроение еще лучше Ира, Ира, а вот скажи, пожалуйста Есть у тебя такой секрет, скажем так, домашний секрет красоты? Ну, помимо душа, ванны, у меня есть любовь моя Это мое творчество, помимо стоматологии Я думаю, сейчас и пиканты потом узнаем Ага, в прямом эфире Наташа Нет, я просто лет шесть назад Начала заниматься поющими тибетскими чашами Это звук, это звучание И мне, у меня красивая полочка Они все выставлены, поэтому я становлюсь Завожу все И когда окунаюсь, это как душ, звуковой душ Это как для Людмилы ванна соды А после душа реального с водой Вот эта звуковая волна, и все Я в расслабленности Дорогие друзья, и мы в расслабленности Прямо после этих слов мы продолжим Полезные советы сразу после рекламы Оставайтесь с нами Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир Как правильно ухаживать за собой Ну, вот приблизительно так звучит сегодня тема нашей программы Она имеет, конечно, очень много направлений Вот только что мы собирали весеннюю косметичку И мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок Для стилиста и гримера Ольги Чиголько Давайте послушаем, наверное, полезный совет какие-то еще хотят услышать зрители Добрый вечер, вы в прямом эфире Так, звонок у нас сорвался Надеюсь, что нам еще раз перезвонят По крайней мере, да, вот Ольга вся уже в напряжении А пока, дорогие друзья, поговорим про здоровые зубы Все-таки согласитесь, это один из ключевых моментов внешнего вида Не только женщины, но и мужчины И, конечно же, прежде всего самочувствия человека И вот о том, всегда ли гигиена является залогом идеальных зубов Расскажет врач-стоматолог Ирина Лалаева Ира, ну вот прежде всего, вот все со мной согласятся Хочется обратить внимание на то, что сегодня происходит Да, девушки, смотрите Кругом появляются вот как грибы, стоматологические кабинеты И я вот сегодня хочу спросить О чем это говорит вообще? У нас такие больные зубы плохие Или это мы так за ними стали очевидно ухаживать? Я думаю, что благодаря средствам массовой информации Интернету всемирному и просвещению людей Мы стали больше и лучше за ними ухаживать Благо, рынок стоматологии предоставляет для этого огромный выбор Скажи, часто ли в твоей жизни встречались люди вот с идеальными зубами? Если вообще можно так даже выразиться Ну, у меня, я считаю, достаточно большой стаж Практически 20 лет я работаю Редко, очень редко Это почему? Потому что Вот в чем вся проблема вот некрасивых улыбок, плохих зубов? Только ли это вот экология, как вот сейчас принято говорить, питание? Доля экологии, конечно, есть Доля питания есть, доля предрасположенности наследственной к плохим Либо кариесу, либо дырочкам в зубам, кариесу, либо заболеваниям десен, периодонтиты Это есть Но я дам очень большой процент на гигиену Гигиена? Да Итак, какие самые распространенные зубные, если можно так выразиться, ошибки Вот мы делаем, расскажи нам И даже не подозреваем об этом иногда Неправильная гигиена полости рта Ежедневная Что это значит неправильная? Мы неправильно чистим зубы Подавляющее большинство А сколько раз? Давай начнем сначала Сколько раз надо чистить зубы? Два, я помню здесь Два раза в день Утром и вечером Утром встали, сполоснули рот Позавтракали И после завтрака почистили зубы Для того, чтобы выровнять PH И уже с чистым, без остатков пищи Идти в рабочий день То же самое вечером, после сна Если у вас какой-то легкий перекус Почистили зубы и легли спать Никаких перекусов После работы ты имеешь в виду? Да Перед сном Перед сном Перед сном, да И если вы три минутки будете чистить зубы А поверьте, из своей практики Это очень долго, когда ты заходишь Три минуты по часам начинаешь чистить, учиться Можно все вычистить Покажи Ты же не зря принесла вот эту удивительную улыбку в студию Да, мы ее забыли взять Но нам ее доставили Покажи, как правильно вообще чистить зубы Так ли мы это делаем? Дорогие друзья, вот внимание, давайте посмотрим Поверхность наша, которая губная, вестибулярная Ее можно, я такой комбинированный метод дам Круговыми движениями Да, мы чистим Переставляем зубную щеточку И продолжаем Рабочая часть зубной щетки На два-три зуба Так Мы когда ее ставим Да, 10-12 движений По одному сегменту зубов Сделали и перешли на следующую пару зубов Сделали и перешли на следующую Когда мы открываем рот Вот здесь мы делаем возвратно-поступательное движение Только по жевательной поверхности И верхнюю челюсть Язычная поверхность И небная поверхность От десны к краю зуба Вы представьте, как будто вы выметаете пол Веником из углов То есть из-под десны Под углом 45 градусов Вот мы Тоже 10-12 движений на каждый зубик Когда к передней Мы вот так У нас зубная щеточка располагается И на верхней челюсти У нас вот такое расположение Ирина, а Ольга быстрее макияж наносит Чем ты предлагаешь зубы нам чистить Нет, когда рука мануально привыкает Это происходит тоже достаточно быстро То есть ты хочешь сказать Что если правильно ухаживать за зубами То можно в принципе не ходить к стоматологу? Нет Но это первое, я так понимаю Что дает нам гигиена Да, вот что дает нам здоровые зубы Конечно, это здоровые зубы Это здоровое десна Это свежее дыхание И это здоровое пищеварение Потому что это начало пищеварения нашего Но без профилактических осмотров Потому что есть кариозные дырочки Которые всем видны А есть скрытые полости Которые даже И не заметишь Да, заметишь только в кресле Вот как часто Раньше говорили раз в полгода достаточно Ходить к стоматологу для профилактики Вы знаете, есть разные контингенты Есть люди, которым достаточно раз в год ходить Но есть группы риска Которым нужно ходить и два раза в год И четыре раза в год Это в зависимости от того Какая генетика тебе досталась У меня вот есть еще один личный вопрос Насчет зубных щеток Сейчас их столько много Там какие-то ионизированные Ой-ой-ой Сумасшедшие зубные щетки Но у нас есть телефонный звонок Я думаю, это может быть для Ольги Еще какой-то вопрос Послушаем Добрый вечер, вы в прямом эфире Мы вас слушаем Добрый вечер Алло Да, здравствуйте Как вас зовут? Инна Скажите еще раз Как вас зовут? Инна Инна, очень рада слышать вас в прямом эфире Я из речицы Чуть громче Говорите, пожалуйста Я очень люблю вашу передачу Спасибо Я ее всегда смотрю Спасибо Но мне очень хотелось бы задать вам один вопрос Так Вот у вас косметолог Я включила сегодня очень поздно У меня вопрос к косметологу Вот девушка, которая косметичку показывала И которая там все складывала Косметичку Мне бы захотелось задать ей вопрос А куда она с такой косметичкой ходит? Спасибо Очень хотелось бы Спасибо У меня никогда не было косметички Никогда Мне 74 года будет Так Вот куда можно пойти с такой косметичкой? Ну, сейчас мы все точки над «и» расставим Ольга И, во-первых, самое главное Ответь на вопрос наш телезрительниц Спасибо вам большое за этот звонок И самое главное Скажи Какой вообще должна быть сегодня косметичка у современной женщины? С такой косметичкой, конечно, я никуда не хожу С собой все это я не беру Максимум, что я беру Это вот бальзам для губ Так Помада И все То есть это, в принципе, домашняя косметичка Это домашняя, это то, что должно быть дома Дома У женщины дома, да? С собой это брать не нужно Поэтому, если вы, уважаемая телезрительница Если вы не расстраивайтесь Если ваша косметичка действительно мала, да? И в ней содержится три основных момента Это что? Помада Помада, тональный тушь, румяна Тушь, ну и желательно увлажнение Для губ, вот только всем советуют То вы все делаете правильно А вот этот набор, о котором мы сегодня рассказывали Желательно для домашней косметички Ну вот спасибо, вот спасибо вам большое Вот видишь, вот обратите внимание Какие пристальные, внимательные наши телезрители Спасибо большое Ну что ж, время осталось немного И хотелось бы действительно еще пару полезных советов Про красивую улыбку, про здоровые зубы Ира, вот расскажи про современные щетки Плюсы, минусы Потому что мы иногда потратим безумные деньги Не только на стоматологов Но и на сами вот эти вот предметы Коротко Да, да, которые помогают нам гигиеной Зубные щетки Есть обычные зубные щетки, мануальные Которые мы берем в руку и чистим Это вот, да? Вот это обычная, мануальная зубная щетка Обычная Сейчас очень много разных Щетинки вправо, щетинки влево Пластмассочки добавлены На моторчиках, на колесиках Добавлены На чем ходить Выбирайте и пробуйте Ценно скажу о том, что Средней жесткости По жесткости щетинка тоже делится Если есть проблемы с деснами И вы почистили зубы Кровит Купите мягкую зубную щетку С мягкой щетинкой Если все в порядке Средняя жесткость Жесткая это скорее для протезов То есть ее для эмали Она слишком абразивна И может испортить Поэтому жесткая щетинка Только для протезов Для искусственных вещей Это по обычным Очень много сейчас новшеств У нас прогресс идет везде В стоматологии И в частности Зубные щетки тоже Электрические зубные щетки есть Они работают от батарейок У них рабочая часть Маленькая В смысле? Если поменять обычную щетку На электрическую Если у вас гигиена Отлично получается Мануальной щеткой Которую можно менять Раз в три месяца Мы меняем зубную щетку Либо по мере износа щетинок Если у вас через два месяца Все щетинки вывернулись Пожалуйста, выбросите И купите себе новую Электрические зубные щетки Ионные зубные щетки Ультразвуковые Звуковые Это все Если есть возможность Пробуйте материальное Так Очень много Как много я могу рассказать? Как долго? Как долго? Говори, Ир У нас уже время практически закончилось Но про зубные щетки Я смотрю, ты можешь говорить до утра Как и про зубы Да, много Поэтому Основной момент Смотрите, пробуйте Во-первых, если у вас в порядке Десна В порядке периодонт Нет никаких заболеваний И нет чувствительности эмали Когда вы спокойно кушаете То можно искать То можно пробовать Электрические зубные щетки Пробуйте Но если у вас есть вопросы Вы чистите обычной И у вас уже кровь Если вы понимаете Что вы не можете съесть яблоко Потому что у вас Заходится и вам больно Ни о какой Электрической зубной щетке Я считаю, это слишком абразивно Поэтому более профессионально Это, конечно, прийти и посмотреть В каком состоянии ваша эмаль Что у вас с кариозным процессом Что у вас с периодонтом С парадонтом С десной И от этого уже подбирается Зубная щеточка Подбираются дополнительные средства И вот обратите внимание Стоматолог сегодня Это не просто врач Который лечит И пугает Я вот знаю Ирину Это вообще врач Которому ходят Вот очень многие люди Действительно С удовольствием Идут на повторный прием А это действительно врач Который сегодня посоветует И даст действительно Очень полезные советы Как ухаживать И избежать каких-то неприятностей Ну, к сожалению Время нашей программы Заканчивается У нас сегодня Очень много было советов От наших зрителей Спасибо всем огромное За внимание к нашей программе Тоже Последний вопрос Людмила Вот у кого есть Какие еще предложения Главный совет Как же сформировать Вот привычку Ухаживать за собой С чего начать Вот будем надеяться Что многих мы с ней Стимулировали этим Вот самый короткий Главный совет Ну, относиться к уходу за собой Как к творчеству Если женщина И я вот повторяю Все время Если женщина не творит Она начинает вытворять Вытворять Вот так Дорогие друзья Очень надеемся Что советы доброго вечера Вам пригодятся Да Ну, в любом случае Напоминаю, что это была программа Добрый вечер, Гомель Сегодня мы говорили О здоровье, красоте О том, как ухаживать за собой Спасибо вам Спасибо всем участникам Сегодняшнего эфира И до новых встреч В прямом эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...